Марина Велиневская живет в частном доме. Фильтр для воды купила две недели назад. Поверив рекомендацию водоканала, женщина заплатила 500 гривен. Через полтора месяца должна была отдать еще тысячу. Однако после установки аппаратуры качество воды в кране резко ухудшилось. Вода была горькая, горьковатая. Я позвонила туда, говорю, так и так, мне не устраивает. Собрали очиститель, мне вернули 250, а 250 за эксплуатацию. Часто клиентами становятся инвалиды и пожилые люди. Стоимость фильтра почти 3000 гривен. Для льготной категории население скидка 50%. Подобная щедрость многих горожан настораживает, говорит Галина Шулика. Я вошла в интернет, просмотрела по поисковику, нашла систему очистки воды. По рисунку, который был на этой коробке, просмотрела фильтра. Фильтра стоит от 240 гривен до 720 гривен. То есть сумма с 1500 гривен до 240-720 вроде как кусается. В Донецком водоканале уверяют, подобных рекомендаций сотрудники никому не давали. Чтобы обследовать технику и дать заключение, необходима специальная лицензия. Ее на предприятии нет. Поэтому доверять продавцам не советуют. Мы взяли этот вопрос на контроль. Сейчас мы разбираемся, хотим выйти на руководство этой фирмы, проверить их сертификат и лицензии на то, что они могут устанавливать эти фильтры. И насколько они действительно по цене и качеству соответствуют. В лабораторию эти фильтры и вода, очищенная после этих фильтров, тоже не сдавалась. Представители фирмы, которая продает систему фильтрации, беседовать перед камерой отказались. По телефону заверили, что о рекомендациях водоканала их продавцы говорить не имели права. Все предупреждены подростки, что нет водоканала и нет городской власти. Мы у нас активные продажи. Так что здесь у вас какая-то ошибка. Но если это докажется, значит он будет накажен. Он будет уволен. Всего-навсего. Потому что нам такое не проходит. В Донецком водоканале рекомендуют при покупке фильтров всегда проверять лицензию и сертификат качества товара. Юрий Кирасир, Роман Громняк, Евгений Сысоев, Панорама.